Ну что, кто-то из вас спросил что-нибудь с изюминкой. Ну, например, гречку, да? Я вот тоже вообще люблю гречку, и как многие, наверное, из вас, да и потом, знаете что, иногда хочется каких-нибудь дешевых, простых, вкусных блюд. Так вот, чтобы просто гречка была, вернее, чтобы гречка перестала быть просто гречкой, я вам расскажу, как ее смешать с макаронами так, чтобы было мега вкусно. Все начинается у плиты. Помните, как у кого-нибудь из вас наверняка такое происходило? Мама или бабушка делала домашнюю лапшу. И чтобы бульон, например, в супе с использованием этой лапши не был мутным, то есть, чтобы хранилась она дольше и чтобы была вкуснее, лапшу всегда обжаривали. Я собираюсь сделать то же самое. Берем, как вы уже поняли, у меня стакан мелкой лапши и стакан гречки. Значит, лапшу я высыпаю вот сюда и начинаю обжаривать. Пока что на сухой сковороде. И то же самое я делаю с гречкой. Гречку высыпаю в сотейник и обжариваю пока что только так, на сухой. Здесь не в сковороде, а в сухом сотейнике. А лапша у нас прекрасно ведет себя, нагревается помаленьку. Помаленьку нагревается. Вот смотрите, когда вы домашнюю лапшу, в идеале, конечно, это нужно сделать с домашней лапшой. Когда лапша еще сырая, сделали, раскатали, свернули, нарезали, слегка подсушили, а потом на сковородку, на сухую сковородку, желательно на большую. На очень сильном огне вы обжариваете лапшу до подпалины. Вот подпалины такие коричневые появились, все супер. Потом вы не представляете, какой вкус у молочного супа с домашней лапшой. Это просто вообще с ума сойти. Смотрите, гречка тоже. Если мы ее обжарим, тогда она у нас не будет так быстро развариваться, и она будет совершенно иметь совершенно другой вкус. О, макарошки, смотрите. Видите, вот некоторые из них стали слегка поджариваться. Видите, вот такие какие-то же рыженькие стали они, что ли. Вот, это значит, все хорошо идет у нас по плану. 3-4 минуты нужно обжаривать все это на сильном огне, а потом огонек нужно будет немного сбавить. Я ориентируюсь, например, всегда смотрю. Не дай бог, что-то начало подгорать, сразу пора огонечек менять. Гречку можно понюхать. Запах пошел вкусный. Все, значит, пора к ней что делать? Добавлять ложечку масла. Вот, смотрите, ложечку масла добавляем. Ну, можно чуть больше. И ложечку масла я бы добавил вот сюда. Вот, видите, половина макаронин поджарились, стали коричневыми. Это очень хорошо, очень хорошо. Значит, в лапшу добавляем воду. И начинаем ее варить прямо в сковороде, ничего страшного. То же самое с гречкой. Смотрим. Масло добавили. Некоторая из них, гречка, смотрите, полопалась. Ну, как-нибудь сделаем попкорн из гречки. Ну, как-нибудь сделаем попкорн из гречки. Теперь в гречку добавляем воду. Все, варим гречку до готовности минут 12. За лапшой смотрим, пробуем на вкус. Как только она сварилась, то ее на сито. Соль пока не добавляем. Лапша-паутинка у меня готова была немножко раньше. Вернее, приготовилась немножко раньше. Она же у нас обжаривалась с маслом. И поэтому, в принципе, вон, смотрите, видите, из-за масла, даже промыв ее водой, она все равно остается рассыпчатой. Немножко поменяла цвет, но я вас уверяю, и запах у нее тоже поменялся. То есть, стала пахнуть вот этой вот жареной лапшой. Это, кстати, очень хороший аромат. У меня есть сванская соль. Я из Тбилиси в свое время привозил. И поэтому пол чайной ложки сванской соли на весь наш объем, не то чтобы не помешают, а наоборот, сделают это простейшее блюдо слегка ароматным, специальным от слова специй и, конечно же, вкусным. Макароны должны быть теплые, горячие. Значит, каша. У меня здесь еще было 50 граммов масла сливочного в тарелочке лежало. Я все думал, как бы его растопить. Если тарелочку использовать как крышку для варки гречки, то масло, тарелка нагревается, масло плавится. Класс. 50 граммов масла, да, помните? Стакан того, стакан того. 50 граммов масла. Горячая, горячая тут все. И гречка. Вот она. Посмотрите. Гречка остается плотной. Но вот когда вы отварите, вы поймете, о чем я говорю. Так всегда было принято делать в столовых. Я хоть и молодой повар, ну, в смысле, недавно этим занимаюсь. И в столовых я не работал, но я об этом знаю не понаслышке от поваров. У меня есть друзья, подруги, которые работали в столовых, которые использовали эту технику. Теперь я все это перемешиваю. И смотрите, что произошло. Смешиваются два аромата. Гречки и макарон. Но просто макароны, они же ведь ничем не пахнут. То слегка обжаренные макароны великолепно пахнут. Опять же, сливочное масло. И на соль. Скажем так, на сванскую соль. Здесь не так много. Можно добавить еще. Значит, если хотите пожиже, то можете добавить, знаете чего, немножко куриного бульона. Или говяжьего, или свиного. В общем, какой у вас есть. Можно немножко туда добавить. Будет, кстати, неплохо. Можно сюда добавить овощи. Например, потереть огурец. Но вообще, я не хотел, чтобы это блюдо было сложным. Я хотел, чтобы оно было простым. Красивую тарелочку. Я, кстати, Ксении сказал, говорю, подписчики наши просят тебя показать, чтобы ты рассказала про тарелочки. Она говорит, ой, я стесняюсь, и поэтому я, короче, не буду этого делать. Поэтому я всего лишь использую тарелки и каждый раз вспоминаю добрым словом. Хотите, можно немножко добавить перца. Вот так можно вкусно позавтракать или даже пообедать. Такое блюдо стоит примерно, я считал, считал, в голове около 20 рублей уже в готовом виде. То есть на этот объем получается примерно 3 блюда. Это 60 рублей. Получается обед на троих. Но можно даже и на четырех его разделить. Тогда будет еще дешевле. Так что используйте простые ингредиенты. Следите за более-менее сложными, но интересными техниками. И вы получите всегда такое небольшое гастрономическое образование на моем канале. Шеф-повар Василий Емельяненко. Рекомендуйте меня своим друзьям. Пусть они тоже подписываются. Ну, а вы следите за нашими рецептами. Пишите комментарии. Я всегда с вами. До новых встреч.